Глава И.2. Рювен Файерман. Амбивалентное отношение к атеизму в концепции Рава Кука. Отрывок из статьи. Тезис 1. Проблема «сырой» и «очищенной» веры. Тезис 2. Привычная нам схема взаимоотношений религии и атеизма считает эти концепции злейшими врагами друг друга, непримиримо отрицательно смотрящими один на другого. Однако в учении Рава Кука мы находим совершенно иную схему их взаимосвязи. В частности, в книге «О род» раздел «Зероним. Семена». Глава «Очищающие страдания». Рав Кук пишет. «Хаос, существующий в мире идей, происходит из-за тумана в представлении и мышлении о божественном. Божественное же, бесконечное море, и все мысли, как абстрактные, так и практические, вытекают из него и возвращаются к нему». Туман в представлениях, о котором говорит Рав Кук, не выступает чем-то просто недоработанным или недостаточно понятным, а является интегральной частью человеческого мышления о Боге. Ведь наш мозг не обладает чистой способностью постигать, но лишь обрабатывает информацию, данную ему органами чувств, и на основании этой информации разум делает определенные выводы, создавая тем самым некую картину мира. При этом и наш разум, и тем более наши органы чувств являются ограниченными по своей сути. Следовательно, все наше понимание окружающего мира заведомо неполно и может быть верным только до определенной степени. Тем более нам трудно понимать божественное. Это и есть тот туман мышления, о котором говорит Рав Кук. Он пишет так «Необходимо очищать мышление, чтобы оно становилось более ясным, чтобы оно преодолевало ложные фантазии, зачастую относимые нами к Богу, беспричинные страхи и неправильные определения». Божественная вера обогащает людей не сама по себе, как некритическая вера, но исключительно в соответствии с тем, что величие Творца исследуется, изучается и обдумывается человеком всеми силами, подходящими для этого. Тогда светится душа высшим светом, путем присоединения с любовью и совершенным разумом к источнику жизни, и тогда все ощущения, идей и действия утончаются. А по мере очищения этой основы в глубинах души возрастает чрезвычайно действие, которое совершает божественное присоединение в чувстве и ощущении сердца, вести весь жизненный путь по прямой дороге». Итак, согласно Раву Куку, вера в сыром виде, то есть неочищенная, неизученная и неисследованная самим ее носителем, сама по себе может не только не обогащать человека, но и иметь отрицательное действие на людей, если воспринимается ими некритически.